Тележурнал «Благосфера» сегодня приветствует вас. Меня зовут Николай Никулин. И сегодня мы вам расскажем о самых актуальных новостях в сети. Что общего между Путиным и Днём Знаний? Правильно, кошка. Именно её обсуждают все, кому не лень. И даже я не удержался от смайлика к этому злободневному рисунку. Владимир Путин в День Знаний приехал в школу, которую полтора года назад велел отремонтировать. Наказ президента исполнили и даже с лихвой. Нашпиговали учебные заведения различными техническими новинками. Одну из них – доску, на которой можно рисовать пальцем, Путин тут же опробовал. И вот что вышло. По задумке президента это кошка, вид сзади. Но не всем показалось именно так. Сначала я увидела неприличное, но после увидела банальную кошку. И ещё летающие плоскогубцы. Или как этот инструмент называют? Пользователь Fighting Hair. По-моему, это кресло. Хотя, если не вглядываться, то моё больное воображение интерпретирует увиденное несколько иначе. Чуть позже в сети появились вариации на тему «Путин и кошка». И даже такой ход «кошка» рисует президента. Может ли благосфера существовать без котиков, а? Вот попробуйте удалить из своих блогов и социальных сетей все эти мур-мур-муры мимими. Что останется? Вот и мы считаем, что без этого интернет вообще не имеет смысла. Поэтому ловите свежую порцию няшности в нашем рейтинге. На пятом месте нашего мимими-рейтинга – кот, который очень хотел спать. На четвёртом – котёнок, который никак не мог бросить курить. Бронза достается лохматой Банди, которая совершает неведомый ранее ритуал перед холодильником. Второе место поделили между собой очень любопытные коты. Ну и на вершине нашего мимими-рейтинга – вот это милое пушистое создание, которое нашло своё счастье на дне стакана. Авиасалон «Макс-2013», который по традиции прошёл в Жуковском, оставил противоречивые оценки. С одной стороны, собралось рекордное число посетителей – более 160 тысяч человек. Но с другой стороны, организация и погода подкачали. Недовольство вылилось злостными постами в блогах. 12 часов дня. Люди приезжают на электричках и толпами идут к кассам. Очередь растёт. С каждым новым поездом число людей увеличивается. Олег Гарцев. Пользователь Твиттера. «Макс-2013» побил рекорды по посещаемости и сумме заключённых сделок. Всё бы хорошо, да к несчастью начался дождь. Фотографии с мокрыми и толкающимися людьми облетели весь интернет. Илья Варламов в своём же Жерезонно упрекнул жалующихся, мол, самим думать надо было. Самое неприятное началось потом. Во второй половине дня пошёл ливень и 150 тысяч человек решили покинуть мероприятие. В интернете куча критики полиции и организаторов, но, как я уже сказал, самим думать надо было. И тем не менее Макс в экономическом плане прошёл успешно. А главное, смотр самолётов прошёл на ура. Фотографии обнажённых женщин тут и к гадалке не ходи. Всегда пребывают на первых местах по просмотру. Женское тело красиво, как ни крути. Вот и польский фотограф Вацлав Вантуш решил покрутить женскими телами. Что из этого вышло в нашей рубрике «Поп-фото». Пять образов, пять определённых состояний. Чтобы наиболее наглядно продемонстрировать эмоции, Вантуш разделил натурщиц на следующие категории. Вот, например, любительница. Такой девушке нравится сам процесс съёмки. Она легка и чрезвычайно подвижна. Следующий тип – модель. Как правило, этот тип лишён индивидуальности. Увы, зачастую её позы повторяются и неоригинальны. Танцовщица. Такой тип обожает своё тело и не стесняется выставлять его на показ. Художница же отдаётся всецелой искусству. На фотографиях можно выделить одну часть тела, а можно в любом положении поиграть руками. Женские тела становятся искусством в руках умелого фотографа. И главное – не напороться на любителя. Что ж, это был тележурнал «Благосфера сегодня». Меня зовут Николай Никулин. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok